Нам известно, каким будет день в Крыму. Утреннее шоу от и до. На радио «Спутник» в Крыму. 9 часов 3 минутки. Стартуем во втором часе, друзья, с пожеланиями хорошего, бодрого утра. День 20 февраля. Начинаем вместе. А там уже 23-е не за горами, а 4 выходных дня у вас будут. Я уверен, что мы вместе проведем эти дни. Еще раз напомню, мы работаем по календарю с понедельника по пятницу с 8 до 10 часов утра. Ток-шоу «Вот и дом» на радио «Спутник Крыму». Обозреватель Борис Левин с наилучшими пожеланиями, друзья. Где бы вы сейчас ни находились? Керчь, Феодосия, Судак, Старый Крым, Ялта, Грузов, Кореи, Семии, Салушта, Бахчисарай, Севастополь, Джанкой, Красноперекопск, Евпатория, сельские районы. Самые теплые поздравления с началом очередной очень коротенькой трудовой недели. Этот час мы тоже проведем вместе, вместе с нашим гостем. Напомню, что слушает нас весь Крым, весь полуостров в FM-диапазоне в режиме онлайн. Пожалуйста, загляните на сайт РИА Новости Крым. Есть ссылка на вещание нашей радиостанции. Кроме этого, вы можете обратить внимание на очень важные оперативные новости, которые на этом сайте. Великолепная фотолента и настоятельно рекомендуем. Кроме этого, в социальных сетях мы по-прежнему вместе с вами. И в Facebook, и в Instagram, Вконтакте, в Twitter. Мы, эта группа РИА Крым. И ваши интересные мысли мы постоянно изучаем. Оставляйте свои пожелания, рекомендации. Так будет, я надеюсь, на долгие-долгие годы наше такое творческое сотрудничество с вами. Ваши смс на короткий номер 4647. С удовольствием получаем. В начале текста пишите РИА Крым. Крымский федеральный университет и сегодняшняя его жизнь полнокровная, насыщенная интересными идеями, интересными новациями. И в том числе вашими интересными темами в этом смысле мы тоже обсудим в течение ближайшего часа с Владимиром Курьяновым, проректором Крымского федерального университета имени Вернацкого по учебной и методической деятельности. Доброе утро, Владимир Олегович. Доброе утро, Борис Романович. Рады вас приветствовать в очередной раз. И вообще все, что связано с Крымским федеральным университетом, это гордость Крыма. И то, что в одном вузе объединены у нас направления различные, от медицины до физико-математического направления, я думаю, это очень важный момент нашей жизни Республики Крым. Мы сегодня в первом часе говорили о событиях февраля 2014 года, когда мы еще не могли предполагать, что вот в образовательном у нас такой прорыв будет. Кстати, я поздравляю два года с официального начала, по-моему, в январе же вы стартовали. Да, с 1 января 2015 года. Ну, а фактически с 11-го. Ну, по сути дела, да. Так у нас просто повод есть еще информационный для встречи сегодняшней. Так что наше поздравление. За два года очень многое удалось сделать, да? Да. Скажем так, что мы работали над тем, чтобы университет стал лучше, стал интереснее, стал привлекательней, стал по-настоящему ключевым звеном... И центром подготовки кадров. Совершенно верно. Совершенно верно, Борис Романович. Ах, сейчас эта проблема, ох, хорошо знакома всем, без исключения. Какую отрасль нашу не тронет, везде хороших, качественных кадров не хватает. Чего греха таить? В том числе и в правительстве Республики не мешало бы тоже у нас там некоторые подправить моменты кадровые. Да, на селекторе две недели назад, чуть больше двух недель назад, куда меня приглашали по поручению главы Республики, Сергей Валерьевич как раз обращал внимание на этот факт, что нам надо очень серьезно разработать и совместный программ подготовки кадров для правительства, для государственных органов государства, муниципального управления и так далее. Тем более, что у нас есть и такие направления подготовки, и возможность квалифицированно осуществлять и повышение квалификации, и профессиональную подготовку уже работающих сотрудников этих органов. А вот профессиональная подготовка вообще это доминирующая тема сейчас. К нам вот и СМС отправляют, и в письмах многие обращаются с просьбами побольше рассказывать о сегодняшней жизни Крымского федерального университета. И действительно, по-моему, вот в последнее время в КФУ, ну, извините за такой оборот, может быть, зачастили руководители крупных промышленных предприятий нашей Республики. Это хорошее направление и хороший момент, наверное, да? Безусловно, потому что мы и ставим такую задачу перед собой максимально установить деловые контакты со всеми крупными предприятиями Республики, предприятиями, организациями, органами управления не с целью получения каких-либо дивидендов для себя, а с целью организации целенаправленной и планомерной работы подготовки кадров. Потому что мы четко видим по тем мероприятиям, в которых участвовали в рамках Общероссийского народного фронта и, собственно, проводимые Крымским федеральным университетом, что эта проблема сегодня главная. Особенно в свете принятой стратегии социально-экономического развития Республики, она требует от нас сегодня не просто качественно готовить по тем специальностям, которые у нас есть, но и озаботиться, я скажу, именно так, тем, чтобы уже в ближайшие год-два у нас появились новые специальности и направления подготовки, по которым мы будем готовить кадры для тех предприятий, которые запланировано построить в рамках кластеров, которые намечены развивать в нашей Республике. Да, и даже перечень тех предприятий, на которых сейчас имеют реальную возможность студенты Крымского федерального университета, буквально с первого курса уже ощущать этот ритм жизни, практической жизни. Очень серьезные предприятия, это и Селма, и Крымэнерго, и Фиолент, это и Черноморнефтегаз, то есть лидеры в нашем производстве Крыма на сегодняшний день. Ну, мы можем сказать здесь уже известную нашим слушателям информацию относительно базовых кафедр, их сегодня у нас работают уже 12. Уже 12? А помните, мы не так давно говорили о первой базовой кафедре на заводе Фиолент. Эта кафедра работает активно, я даже больше скажу, что Александр Сергеевич Баталин лично вместе с директором нашего физико-технического института занимается профориентацией, в том числе и вот в школах города Симферополя, потому что он хочет уже в этом году осуществить целевой прием для целенаправленной подготовки кадров для своего предприятия, потому что катастрофический голод и специалистов среднего звена, и особенно, скажем так, инновационных инженеров, ему явно не хватает тех людей, кто обеспечит прорывные направления работы его предприятия. Да, вот вы очень правильно заметили, что эти специальности настолько сейчас востребованы, но среднее профессиональное образование гармонично вписывается в модель Крымского федерального университета. Да, мы вначале, откровенно скажу, немножко опасались того, что в рамках Крымского федерального университета собраны разные уровни образования, не только высшего, но и среднего профессионального. Однако жизнь показала, что мы не просто хорошо живем все вместе и работаем все вместе, выстраивая систему непрерывного образования в рамках самого университета, но и востребованность в кадрах специалистов среднего звена сегодня как никогда высока. Я могу сказать, что мы буквально в конце прошлой недели, а именно 16 февраля проводили вместе с администрацией Красноперекопской, Красноперекопского района круглый стол в Красноперекопске по проблематике подготовки кадров. И представительство службы занятости региональной как раз озвучивало именно эту проблему, что кадры с высшим образованием – это одна сторона медали. Это прежде всего кадры для сферы здравоохранения, образования, инженерные кадры, скажем, для коммунального хозяйства. Но еще большая потребность сегодня в квалифицированных рабочих, подготовленных по востребованным рабочим профессиям, и в специалистах среднего звена, потому что просто провал. А почему именно Красноперекопск? Я вам скажу, Борис Романович, что Игорь Николаевич Загребельный, глава администрации Красноперекопской, это первый глава администрации, который откликнулся очень живо и заинтересованно на предложение Крымского федерального университета заняться совместной работой по подготовке кадров. Как раньше говорили, мыслит на перспективу. Совершенно верно. Ну, он достаточно молодой, энергичный руководитель, и у него есть одна проблема очень важная. Она, с одной стороны, может, проблема, с другой стороны, может, это будет плюс для будущего развития. Ведь известно, что Красноперекопск вошел в число 319 так называемых моногородов Российской Федерации. Основная отрасль, которая там развивается, это химическая промышленность. И она является там бюджетнообразующей. И на этом круглом столе как раз был генеральный директор содового завода, и результат работы этого круглого стола – это не только информирование местных руководителей предприятий и организаций о возможностях Крымского федерального университета и о путях целевой подготовки кадров для района, но и следующие шаги будут такими. Это будет, ну, я позволю себе применить такое старое доброе слово, десант Крымского федерального университета на содовый завод для непосредственного обсуждения подготовки, вопросов подготовки кадров для завода. Ведь им нужны не только инженеры-технологи, которых, скажем, сегодня для них готовит Воронеж, но им нужны и квалифицированные управленцы, и экономисты, и юристы, и специалисты других направлений. Вот. И следующий шаг там же, в том же районе будет – это встреча с руководителями коммунального хозяйства, и вода Крыма, и теплокоммунэнергия, и так далее, с тем, чтобы организовать квалифицированную подготовку кадров для этой отрасли. Очень важный, как вы понимаете, для нормального жизнеобеспечения любого муниципального образования. Ну, все-таки, давайте, может быть, некоторый столь подробный анализ деятельности Крымского федерального университета впервые, может быть, слышат. Давайте мы, может быть, сделаем акцент на приоритетах в деятельности нашего Крымского федерального. Ну, приоритеты Крымского федерального университета, конечно, это прежде всего подготовка новых кадров для республики. Это самое главное предназначение, потому что сегодня у нас обучается без малого 36 тысяч человек. Почти 3 тысячи профессорско-преподавательств, состав и научные сотрудники. То есть это мощнейший потенциал, который нельзя не использовать в интересах, прежде всего, республики, ну и всей Российской Федерации в целом, естественно. Это первое. Второе, это безусловное участие Крымского федерального университета во всех региональных проектах, потому что, опять же, самый мощный потенциал интеллектуальный сосредоточен именно здесь. И в этом отношении мы находим полное взаимопонимание с руководством республики и уверенно движемся вперед, участвуя в различных республиканских программах, в обсуждении и корректировке той же самой стратегии социально-экономического развития и так далее. Там были наши и экономисты, и представители других направлений научных. Поэтому я думаю, что это сотрудничество будет только развиваться и идти вперед. Третий, конечно, приоритет, это подготовка и формирование, главное, наших образовательных программ под непосредственный заказ работодателей крымских и участие этих работодателей в формировании и содержательной части наших профессиональных образовательных программ. Потому что без этого мы никогда не сдвинемся с мертвой точки. Мы будем готовить теоретиков, а потом их будут или доучивать, или переучивать уже на практике. Это, я сказал бы так, вот это самый яркий пример нецелевого использования бюджетных средств, если хотите. Поэтому у нас сейчас эта работа тоже ведется очень интенсивно, и я думаю, что скоро мы увидим ее серьезные первые плоды. Владимир Владимирович, может быть, раз уж вы о финансах вспомнили, я хочу цитату нашего министра образования Российской Федерации, Ольги Васильевны, высказанную буквально на конце прошлой недели, о том, что финансирование в рамках государственного задания уже получено российскими вузами в полном объеме. Мы можем о каких-то цифрах нашего Крымского Федерального? Безусловно, Борис Романович, уже мы получили первые 250 миллионов рублей по программе развития. В этом году по программе развития мы получим финансирование в объеме 1 миллиарда рублей, и первые 250 уже получены. Там финансирование идет поквартально. У нас нет ни малейших проблем с финансированием заработной платы. Вся она идет в полном объеме и исключительно в установленные сроки. Ну и 27 января на Наблюдательном совете был утвержден план финансово-хозяйственной деятельности университета, поэтому сейчас начинают поступать, так сказать, разрешительные документы относительно открытия финансирования, поэтому постепенно сейчас заработает уже все. Ну, как вы понимаете, начало года всегда и с начала года. Мы получаем разрешительные документы из министерства и начинаем двигаться вперед. Еще одна цитата Ольги Васильевой. Качество экономического образования в вузах продолжает падать. Коснулось ли это нашего вуза и сделан ли акцент на экономическую составляющую образования? Я могу вам сказать следующее. Это моя личная и принципиальная позиция в этом вопросе, что нам подготовку и экономистов, и управленцев, прежде всего, менеджеров, надо перестраивать. И перестраивать ее так же, как и нашу инженерную подготовку, педагогическую подготовку, для того, чтобы экономист не просто выходил вообще теоретик, а экономист-отраслевик нам нужен. Понимаете, реструктуризируя наши образовательные программы и объединяя всех экономистов и управленцев в один институт, мы не учли один простой вопрос, что у нас были экономисты, которые были, ну, как нынче говорят, заточены под сельское хозяйство, под аграрную отрасль. У нас были экономисты, которые готовились непосредственно для строительной архитектурной отрасли. Сейчас это немножко мы утратили, ну, просто в силу того, что объединили всех в один институт, оторвав их от привычных мест дислокации и, соответственно, от отраслевого влияния. Но я скажу так, это болезнь роста. Это обычная ситуация, которая всегда сопровождает такие серьезные и крупные организационные, прежде всего, перестройки, как Крымский федеральный университет. Коллектив института совершенно четко понимает свои задачи. И уже в ближайшее время мы будем наши образовательные программы выстраивать исключительно в интересах отраслей экономики. Потому что, ну, не может быть экономиста вообще, не может быть менеджера вообще. Они должны учиться конкретному делу в конкретной отрасли. И самое главное, мы организуем практическую подготовку наших студентов там, где они впоследствии будут работать, по крайней мере, в большинстве. А как сами студенты реагируют вот на эти инновации с работодателями, промышленными предприятиями? Ведь еще совсем недавно они не могли даже предполагать, что с первого курса уже они окунутся в эту работу. Студенты активные у нас. Они активно относятся ко всем этим вещам. Особенно те, кто поступал в университет не для того, чтобы получить диплом. Ну, что греха таить. Такие все равно сограждане у нас есть, для которых главное это диплом о высшем образовании. Вы не сыпьте соль на раны. Мне руководители медицинского тогда института, сейчас академии говорили, что если за 100% принять выпускников всех, то 60% в лучшем случае к постели больного приходят после окончания вуза. Борис Иванович, это наша общая беда, которая сложилась не сегодня. Это проблема, которая возникла в годы, ну, если не тотальной, то очень серьезной безработицы, годы серой и теневой экономики. Сейчас ситуация в любом случае будет исправляться. Но мы помним покупателей, в кавычках, конечно, которые приезжали на выпуск нашего мединститута и уже выхватывались с всевозможными благами, которые они предлагали, относительно жилья в том числе. Это были 70-е годы, я это прекрасно помню. Ну, вот здесь мы просто должны... Знаете, все новое – это хорошо забытое старое, как всегда. Поэтому мы должны вернуться к нормальной практике целевой подготовки кадров. И, кстати говоря, студенты это тоже понимают, потому что лучше, когда ты выходишь из университета, зная, где тебя ждут, где ты нужен, где нужны твои знания. Поэтому у нас и ярмарки вакансий, и встречи с работодателями, и дни открытых дверей, и различные тренинги, они дают очень хороший результат, и там участвует значительное число наших студентов. Да, больше студентов третьего, четвертого курса, студентов магистратуры, но это объективно так. На первом-втором курсе все равно еще не так часто студенты задумываются о будущем своем, о своем трудоустройстве. Поэтому, естественно, что в рамках вот этой подготовки целевой мы проводим и будем проводить мероприятия, будем выходить на контакты с работодателями, готовить непосредственно специалистов для них. Я напомню, Владимир Курьянов сегодня в нашей студии, проректор Крымского федерального университета имени Вернадского по учебной и методической деятельности. Ваши смс мы принимаем на короткий номер 4647 в начале текста. Пишите «Рия Крым» слитно маленькими или заглавными буквами. После пробела задавайте вопрос. С наступающим праздником 23 февраля. Алексей вас уже поздравляет, Владимир Владимирович. Спасибо. И вот спрашивают, хорошо, промышленные предприятия, а в сельском хозяйстве проходят ли контакты такие ваших студентов? В частности, вот по сбору урожая спрашивают. Ну, по сбору урожая это так называемая ситуация временной занятости. Мы ежегодно с нашими крупными аграрными предприятиями заключаем договора, и наши студенты или в рамках практик, если это соответствует содержанию практики, или в рамках волонтерского движения, назовем это сельхозотрядами, как угодно можно назвать, они выезжают и помогают убирать урожай и крымской фруктовой компании, и массандре, и другим предприятиям, там, где требуются молодые руки. Да, и руководитель массандры, Янина Петровна, кстати, поздравляем ее со вчерашним днем рождения, она находится далеко за пределами Крыма, сейчас присоединяюсь к вашим поздравлениям. Да, она рассказывала, какую большую помощь оказывают студенты в этой работе. У нас с массандрой вообще хорошее отношение, у нас тоже выстраивается там постепенно программа подготовки кадров для этого, очень важного предприятия, республики. Вот, поэтому, вот если говорить об аграрной отрасли, то у нас уже создана, например, базовая кафедра на предприятии Крым-Теплица, у нас аграрный наш... Ну, давайте аграркой называть просто. Да, академия нашей биоресурсов, да, как ее не называем, мы же понимаем, что она готовит кадры для сельского хозяйства. Она сегодня тоже является одним из приоритетов с точки зрения программы развития Крымского федерального университета, там создаются новые программы, новые лаборатории, и научные, и образовательные. Вот. И я думаю, что уже в ближайшем будущем аграрный сектор республики почувствует прилив и новых молодых кадров, и самое главное, появление мощного, такого научно-проектного, я бы сказал, ресурса, который позволит нам совместно с аграриями намного эффективнее и целенаправленно использовать те природные богатства, которые есть в Крыму. Да, непосредственно о работе Академии биоресурсов и природопользования мы подробно с Сергеем Владимировичем Додоновым встречаемся, часто в этой студии, и обсуждаем о перспективах, и о том, что продукция сегодня, которая выпускается, университетская, это большая проблема для приобретения, надо вовремя успеть. Совершенно верно. Чтобы приобрести это масло, сметану, творог и так далее. Это действительно высокого качества продукция. Да, и мы, конечно, я думаю, Сергей Владимирович говорил об этом, что мы думаем о расширении, ну, там есть некоторые чисто формальные пока препятствия, но я полагаю, что они скоро будут преодолены, и этой продукции станет намного больше на прилавках у крымских продавцов, скажем так, молочной продукции прежде всего. Да, но то, что умеют считать деньги, в том числе в образовании, это уже определенно точная характеристика, и все об этом уже знают. Поэтому те программы, которые на перспективу будут подкреплены финансированием, они действительно должны дать реальную отдачу в социально-экономическом развитии региона. А тут другого варианта просто не может быть. Ведь я скажу так, что с нас, помимо всего прочего, и спросят за это, потому что любой федеральный университет, а их создано, как вы знаете, 10, и крымский наш, он 10, он ориентирован именно на это. Он должен стать ведущим центром в регионе по подготовке кадров и ведущим центром научным для того, чтобы обеспечивать инновационное развитие экономики региона. Вот вы говорили о дне открытых дверей, мы вспоминали сегодня, но, наверное, и в учебные классы есть смысл заглядывать, чтобы ориентировать наших деток. Естественно. Я вам скажу, что сегодня у нас очень эффективно работает физико-техническая школа, физико-техническом институте, как раз с использованием, я бы сказал так, ультрасовременной лабораторной базы, которая создается в этом институте. И приемная кампания минувшего года, 16-го, показала, что даже за полгода школа оказалась очень эффективной, и из числа ее слушателей 15 человек поступило на первый курс. Для первого года, а точнее даже фактически полугодия работы, это очень хороший результат. Менее эффективно, но продолжает работать школа юного химика, формируются другие школы такого же направления. И сегодня мы уже ставим задачу формирования на базе этих школ профильных классов при университете. У нас есть лицензия на среднее образование, мы можем обучать учащихся 10-11 классов, и мы уже серьезно прорабатываем вопросы открытия профильных классов именно по этим весьма востребованным направлениям. Ну, относительно химии, я думаю, доктор химических наук может отдельную программу нам предложить, а Владимир Курьянов именно и является доктором химических наук, но при этом проректор нашего Крымского федерального университета имени Вернадского по учебной и методической деятельности. Мы сделаем небольшую паузу, короткая реклама, обратите внимание на предложения наших партнеров, затем выпуск крымских новостей. От и до с Борисом Левиным. Все, чем живет Крым сегодня. 9 часов 34 минуты, продолжаем нашу программу, работаем в прямом эфире и с удовольствием продолжаем общаться с вами и ваши смс на короткий номер 4647 получаем с интересными вопросами. На некоторые темы мы уже успели поговорить с нашим сегодняшним гостем, проректором Крымского федерального университета имени Вернадского по учебной и методической деятельности Владимиром Олеговичем Курьяновым, но и готовы в течение ближайших 20 минут продолжить наше общение с вами. Слушает нас весь Крым в режиме онлайн. Милости просим на сайт 3 новости крымкрайме.ре.ру Есть ссылка на онлайн вещание нашей радиостанции. Продолжим. Темы профориентации. Мы постарались коснуться подготовки кадров для нашей республики Крым в различных совершенно направлениях. И я думаю, вот все-таки мы можем дать какую-то рекомендацию, Владимир Олегович, в каком возрасте необходимо проводить первичную профориентацию среди детей. Знаете, я полагаю, и это, собственно говоря, не мои предположения, это факты, рекомендация начинать профессионально определять детей и вести их по дорожке уже профсамоопределение надо где-то с 5-6 класса. Хотя, если мы вспомним советские времена, то многие детские книжки еще, которые читали в детском саду в том возрасте, они уже ориентировали детей на наиболее интересные, востребованные с точки зрения государства, профессии. Например, космонавт. Ну, а почему нет? Интересно. И как показал опыт болезнь, так... Топа, милиционер, это почетная была служба, и это действительно так. Но сейчас общее мнение, где-то 5-6 класс, это самый возраст для серьезного уже, по чертию, серьезного старта в области профессионального самоопределения. Ну, и здесь, наверное, очень важный момент, мы должны отдельной строкой это прописать с вами, это и патриотическое воспитание. Конечно. И, наверное, вот как раз этот возраст тоже подходит и к патриотическому воспитанию. А я могу сказать, что с моей точки зрения, это принципиально неразрывные вещи, потому что, когда мы говорим о востребованных для государства профессиях, то мы неизбежно говорим об интересах государства, и о том, что человек живет в этом государстве и должен служить своему народу прежде всего через добросовестный труд, через создание новых материальных ценностей и многое-многое другое. Ведь в этом смысле в нашей жизни ничего не меняется. Вот, видите, каждая ваша фраза подталкивает к следующему вопросу. Вот вы слово «служить» сказали, а я сразу вспомнил, что с 1 сентября военные кафедры уже по рекомендации нашего руководства страны. Да, у нас действительно с 1 сентября должна начать функционировать военная кафедра. Она находится на площадках нашей Академии биоресурсов и природопользования. Сейчас идет активный ремонт, реконструкция. Хочу сразу только сказать, что не все юноши, которые поступят в Крымский федеральный университет, в обязательном порядке будут проходить обучение на военной кафедре. Количество обучающихся задает нам Министерство обороны Российской Федерации. И в этом году первый набор на военную кафедру будет около 150 человек для подготовки офицеров, сержантов и рядового состава запаса. Как будет проходить отбор, пока сказать не могу. Сейчас нормативные акты соответствующие разрабатываются. Они будут утверждены в установленном порядке и опубликованы, естественно, на сайте Крымского федерального университета, чтобы все могли понимать свои возможности с точки зрения прохождения подготовки по этим программам. Но педагогический коллектив сформирован для этого? Он формируется сейчас. Есть начальные кафедры, есть уже преподаватели этой кафедры. Он продолжает формироваться. Я думаю, что во все установленные сроки приказы Министра обороны будут выполнены, и мы сможем с 1 сентября приступить к подготовке военнослужащих запаса. Ну и еще очень важный момент. Это сетевые образовательные программы. Я бы хотел, чтобы мы сделали акцент в каких направлениях. Это биология, это экономика, это филология. Как работает нашему Крымскому федеральному в этом направлении? Это новое движение вообще в Российской Федерации. Сегодня прежде всего 10 ведущих федеральных университетов России заключили соответствующие соглашения между собой об открытии сетевых образовательных программ. И главная идея заключается в том, чтобы использовать мощнейший потенциал и интеллектуальный, и материально-технический федеральных университетов в интересах подготовки студентов. Сегодня у нас есть и студенты-биологи, и студенты, обучающиеся на направлении подготовки ландшафтной архитектуры, и экономисты. И вот в этом году мы открываем первую программу с Северным Арктическим федеральным университетом в области филологии для совместной подготовки кадров. Естественно, ведутся работы и в других направлениях. Я не буду сейчас перечислять все. Скажу так, что это с нашей точки зрения и с точки зрения наших коллег очень должен быть эффективный способ взаимного обогащения и взаимной подготовки кадров для фактически, теперь уже можно сказать, для всей Российской Федерации. Это первое. И второе. Мы сейчас всерьез задумываемся над созданием сетевых программ в рамках крымских образовательных учреждений высшего образования с тем, чтобы эффективно использовать потенциал прежде всего Крымского федерального университета, чего грех отыть. Такой мощной материальной базы, какая создается у нас, вряд ли в ближайшие годы будет создана в инженерно-педагогическом университете или в морском технологическом университете. Да, они тоже развиваются, но мы же не будем лукавить. Мы все равно идем сейчас в этом отношении впереди. И мы считаем, что наш потенциал должен быть эффективно использован в отношении всех обучающихся высших учебных заведениях Крыма. Сейчас эти вопросы пока находятся на стадии проработки и обсуждения, но я думаю, что если не в этом, то уже в следующем году появятся первые сетевые и внутри крымские программы. Пионером в этом отношении является прорабатываемая сейчас программа по сетевой аспирантуре между факультетом биологии и химии именно, направлением подготовки экология, и Нитисским ботаническим садом, и бывшим по названию, я имею в виду, Институтом биологии Южных морей в Севастополе. Если нам удастся создать эту программу, это будет очень эффективный путь к подготовке кадров высшей квалификации. Еще один очень важный момент, и эта тема волнует очень многих наших жителей, особенно после 16 марта 2014 года. Ровно 55 лет назад, в 1961 году, но там конец как раз сентябрь получался, значит, 55 с половиной уже лет назад, в Крым на обучение приехала первая группа иностранных студентов. Спустя вот 9 лет, я когда поступал в мединститут, вместе со мной училась огромная команда иностранцев, в нашей группе было, мы очень дружили и переписывались. К сожалению, не было тогда технологий таких, как сейчас, скайпов там, всевозможных и прочего. Но дружеские контакты остались, и действительно, тогда можно было географию изучать, мировую по нашим студентам, в частности, медицинского нашего института. Как сейчас, сложности понятны, мы все прекрасно знаем, с чем это связано. Но все-таки около трех тысяч есть у нас в КПУ, да? Да, Борис Романович, у нас эта цифра стабильно сохраняется. Я хочу сказать, что интерес к Крымскому федеральному университету не только не пропадает у наших партнеров, прежде всего, из Юго-Восточной Азии и Северной Афрати, но, наоборот, и возрастает. У нас сейчас идет интенсивный обмен, как бы, письмами и документами. Мы ожидаем приезд делегации из Марокко, вот, с целью обсуждения, предметного совершенно обсуждения вопроса об открытии подготовительного отделения в этом королевстве. Прежде всего, для обучения русскому языку и для обучения таким ключевым школьным предметам, как биология и химия, для последующего приема слушателей этого отделения в нашу медицинскую академию на обучение. Не секрет, что эта подготовка нередко хромает у иностранных граждан, и мы ставим совместную задачу с марокканскими коллегами о том, чтобы подтянуть до необходимого уровня и, соответственно, эффективно готовить медицинские кадры для королевства. Мы можем говорить, что санкции – это временное явление, а вот традиции – это, наверное, постоянное. Совершенно верно. Причем я как раз хочу поддержать вашу первоначальную мысль. Инициаторами создания этого отделения являются как раз выпускники советских и российских вузов, которые сегодня эффективно трудятся в королевстве Марокко. Да, но вообще в политике сейчас вектор у нас Китай, Индия, и я думаю, что и студенчество этих стран с удовольствием будет обучаться. Естественно, естественно. Уже были соответствующие презентации в Китайской народной республике. Выезжала делегация тогда, презентовала там Республику Крым и Крымский федеральный университет. Аналогичный выезд был и в Сербию осенью 2016 года. Поэтому я думаю, что контакты будут расширяться. Санкции уйдут, и даже при их существовании все равно Крымский федеральный университет не останется без иностранных студентов. Я полагаю, что их присутствие будет только расширяться. Но а Министерство образования и науки Российской Федерации, оно какие-то квоты определяет? Конечно, через организацию, которая называется Россотрудничество. Кстати говоря, у нас по новой программе образовательной, которая была открыта недавно, финансовый мониторинг, обучается уже два казахских студента. И это тоже... Я скажу так, что все зависит от нас самих. Чем эффективнее и активнее мы будем работать в этом направлении, тем эффективнее и активнее к нам поедут иностранные граждане на обучение. Тем более, что сейчас вот фактически уже сдается общежитие на Стрелковой, полностью реконструированное. Это совершенно теперь будет современное, отвечающее всем требованиям. И Роспотребнадзора, и других служб общежития, где комфортно будут чувствовать себя жители не только Российской Федерации, но и любой зарубежной страны. В одном из интервью ректор Крымского федерального университета Сергей Горькович Донич говорил цифру, что мы вообще в квартет сильнейший, говоря, спортивным языком по количеству иностранных студентов. Мы четвертое место в России занимаем по количеству иностранных студентов среди всех вузов. А, значит, спортивная моя фраза, она была точной. Абсолютно точной. Мы вошли в квартет сильнейший. Да, совершенно верно, Борис Романович. Да, на этой фразе вспомнил блистательную победу биатлонистов наших на чемпионате мира в Австрии. Да, было событие, действительно, которое не осталось без внимания. И руководство Российской Федерации, действительно, молодцы ребята. И еще, оказывается, и петь гимн России умеют, когда не тот гимн ставят на церемонии награждения организаторы. Да. Ну, о спортивной составляющей жизни я не раз рассказывал нашего Крымского федерального университета. В частности, о блистательной баскетбольной команде, которая в студенческой лиге принимает участие. И здесь у нас, в чемпионате Крыма, на лидирующих позициях. И мы пожелаем в плей-офф студенческой лиге успехов подопечным Валерия Ходорченко. Он у нас, кстати, бывал здесь тоже в студии. Ну, и футбольная команда КФУ Бахчисараев просто сенсацию на турнире нашем зимнем обыграла севастопольскую команду. Это серьезный успех. Мы растем и развиваемся, и в спортивном плане тоже. Ну, а площадки какие-то, поля, бассейны? Ну, мы, во-первых, вошли в программу «500 бассейнов». Он будет строиться. Здесь чисто формальные пока все вопросы решаются. Это естественно, что ни одно большое дело не делается с кондачка. Естественно, должна быть подготовлена вся проектно-сметная документация и так далее. Конечно, реконструкция наших спортивных сооружений тоже находится в планах Крымского федерального университета. Тем более, что мы единственный фактически вуз, который готовит специалистов и в области физической культуры и спорта, и в области адаптивной физической культуры, и в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма, что особо, наверное, актуально в связи с поручением нашего президента, который он дал на Ялтинском форуме Общероссийского народного форума. Вы прекрасно помните, Борис Романович, это событие. Да, 26 октября, запомню надолго. Поэтому естественно, что Крымский федеральный университет сейчас активно включается и в программы подготовки кадров для курортной сферы республики. Ну и не случайно руководители КФО, в частности, декан факультета профильного физической культуры и спорта, был на церемонии награждения лучших наших спортсменов, тренеров, по итогам 2016 года, когда проходил Бал чемпионов. И многие студенты нашего вуза получали высокие награды. Это действительно так, и мы пожелаем им успехов на всероссийских и международных различных странах. Спасибо, постараемся не подвиски. Ну а для меня будет, значит, определенная тема для спортивных обозрений. Так что у нас налажен четкий контакт в плане оперативности. Ну и раз уж мы заговорили об этих направлениях, я хочу поблагодарить в вашем лице руководство за внимание КВН-у, с которым меня связывают уже многие десятилетия, а крымские вот уже более 20 лет. Действительно, команды Крымского федерального университета, в том числе вот аграрки нашей, Академии биоречества природопользования, это лидеры у нас в этом движении, и умеют не только работать, учиться, но и отдыхать хорошо, ребята. Ну, наверное, это одна из важных составляющих вообще студенческой жизни. Это, скажем так, нельзя называть это досугом. Я бы сказал, это творческое развитие наших студентов, развитие и огранка их иных талантов, не только профессиональных с точки зрения выбранной специальности, но и с точки зрения развития их как личностей, личностей творческих, что, безусловно, им должно и помогает в их основной деятельности. Да, в этом направлении тоже пожелаем им удачи. Но не за горами, время пролетит мгновенно. Сейчас февраль, а там уже и июнь, июль месяц, и жаркое лето в прямом и переносном смысле и для абитуриентов, и для крымчан, и для гостей наших. Мы встречались здесь и с руководителями вашей комиссии приемной тоже, и с вашими коллегами, не раз обсуждали новации этого года, 2017-го. Я думаю, что будет актуальным в завершении сегодня напомнить и об этом тоже, о вступительной кампании 2017. Безусловно, Борис Арманович, спасибо за то, что вы поднимаете эту тему. Во-первых, хочу сказать, что ориентировочно 8 апреля, дата еще уточняется, но, скорее всего, это будет так, будет проходить день открытых дверей КФУ. Площадка, на которой мы будем его проводить, сейчас определяется. И я просто всем слушателям, кому интересен этот вопрос, говорю о том, что надо внимательно следить за новостной колонкой сайта Крымского федерального университета. Вся информация там своевременно будет размещена. Ну и на сайте РИА Новости Крым наши коллеги тоже оперативно сообщат. Я думаю, вы доведете до нашего сведения. Конечно, обязательно. Это первое. Второе, то, что очень важно для выпускников этого года. Я еще раз напоминаю, что ситуация изменилась. И в этом году мы подаем документы в ВУЗы Российской Федерации в одни и те же сроки. И Крымский федеральный университет в этом смысле больше не исключение. Мы начинаем прием документов 20 июня. И по разным категориям в разное время, но фактически заканчиваем 26 июля. Это первое. Второе, выпускники крымских школ этого года, я особо подчеркиваю, этого года могут сдавать как единый государственный экзамен и по баллам, полученным на нем, поступать в любой ВУЗ Российской Федерации, естественно, в первую очередь в Крымский федеральный университет, так и по вступительным экзаменам. Но в отличие от прошлых лет, вступительных экзаменов в этом году и в 2018 году, хочу подчеркнуть особо, будет три. И правом сдавать вступительные экзамены пользуются только выпускники 2017 года. Выпускники предыдущих лет, к сожалению, кто не смог по тем или иным причинам поступить в Крымский федеральный университет или любое другое высшее учебное заведение России, должны сдавать единый государственный экзамен, независимо от формы обучения, которую они хотят выбрать. И последнее, что я хочу сказать по этому поводу, что количество бюджетных мест у нас фактически осталось без изменений. Оно не уменьшилось по сравнению с 2016 годом, поэтому мы с удовольствием примем всех желающих, кто готов подать документы в Крымский федеральный университет, который, хочу еще раз напомнить, входит в десятку ведущих университетов Российской Федерации. Да, я вспоминаю свои студенческие годы, так наш медицинский институт в десятку лучших в Союзе входил, и тогда мы даже на Киеве не замыкались, мы замыкались непосредственно на Москве. Совершенно верно. И вот прошло столько лет, и мы теперь с гордостью говорим о том, что у нас российский медицинский институт, точнее, Академия медицинская, которая входит в состав Крымского федерального университета. И в завершении, может быть, мы говорили о наших кафедрах, которые здесь, в Крыму. За пределами могут наши студенты проходить практику? Безусловно, они могут проходить практику за пределами. У нас есть такие примеры, например, в Академии строительства и архитектуры, на факультете водного хозяйства, назову его так для краткости, есть договоренность с Санкт-Петербургом, и пять лучших студентов могут выезжать туда на практику. Это ведущее коммунальное предприятие Российской Федерации проходить там практику на самом современном оборудовании, в самых современных условиях, с использованием самых современных технологий, что мы полагаем, уже в обозримом будущем скажется и на состоянии коммунальной сферы Республики Крым в положительном смысле этого слова. Воспоминают наши слушатели студенческие отряды, и был, по-моему, день даже студенческих отрядов, который недавно был отмечен. Наши студенты в том числе, мы говорили о уборках урожая, да? Наши студенты очень активно участвуют и в студенческих отрядах, более того, представители наших студенческих строительных отрядов, лучшие представители участвовали, и, я думаю, и дальше будут участвовать в строительстве Космодрома Восточный. Наши студенты, лучшие представители студенческих отрядов участвуют в строительстве Крымского моста и так далее. То есть вот это движение, оно не просто возрождено, оно очень активно развивается, пополняет, его ряды постоянно пополняются новыми студентами, и я думаю, что это на самом деле один из важнейших этапов практической подготовки, и патриотической, если хотите, подготовки, и человеческой подготовки наших студентов с точки зрения их развития как граждан Российской Федерации. Именно подготовки кадров, высококвалифицированных кадров для решения вопросов социально-экономического развития нашей республики мы посвятили основное время сегодняшнего диалога с Владимиром Олеговичем Курьяновым, проректором Крымского федерального университета имени Вернадского по учебной и методической деятельности, доктором химических наук. — Владимир Олегович, спасибо вам большое. Я думаю, что мы сегодня дали и задания определенные родителям, и выпускникам, и даже учащимся пятых, шестых классов, и педагогам, которые в школах наших работают, и они должны работать тоже на одной волне с нашим высшим образованием, чтобы готовить своих ребят уже вот действительно с такого возраста. И за это вам большое спасибо за подобные контакты, наверное, и министру образования, науки и молодежи Крыма Наталье Гончаровой тоже, скажем, слова благодарности, потому что в этом направлении очень много делает наше министерство. — Да, и в тесном контакте с Крымским федеральным университетом. — Спасибо большое. Я думаю, вот серии таких встреч крайне необходимы с вами, с вашими коллегами, и мы обязательно наш совместный проект продолжим. Спасибо, успехов вам и хорошего доброго дня. — Спасибо, Борис Романович, вам тоже хорошего дня. — Спасибо, спасибо. Завершаем, друзья, сегодняшнюю программу. Как обычно, с пожеланиями хорошего доброго дня под номером 20 в феврале 2017 года. Завтра министр здравоохранения Республики Крым Александр Галенко с 8 часов, с 9 часов. Наш проект с управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Крым и руководителя ждем Романа Борисовича Ноздрачева. Не пропустите. На сегодня все. Удачного дня и, пожалуйста, будьте здоровы.